Инспектор Россельхознадзора проверяет сообщения граждан. Накануне жители 20-го дома на тоннельной обнаружили очаг распространения американской бабочки. Грешили люди сначала на свою управляющую компанию, мол, не обработала зеленую зону. Но более осведомленные жильцы разъяснили, это недоработка соседей. Никаких претензий мы к нашей управляющей не имеем, потому что всегда вовремя ведется борьба. Проводится дезинфекция, это травля этих комаров. Потом, вот сегодня буквально с утра приезжали, потравили американских бабочек на нашей территории. И немножко, сколько хватило у них раствора, они потравили еще соседнюю территорию. Но это как капля в море. Гусеницы атаковали липы, растущие на территории 18-го дома. Вот их управляющей компанией теперь и займется Россельхознадзор. Заявление в прокуратуру, а потом и штрафы. За выявление нарушения 10 тысяч рублей заплатит юридическое лицо, тысячу – должностное. За бездействие штрафы возрастают многократно. Ну и факт наличия американской белой бабочки тоже установлен. То есть вот на деревьях очевидны гусеницы американской белой бабочки. Вот они зелененькие. Это гусеницы первого поколения. Сейчас надо продолжать активную борьбу с первым поколением, чтобы исключить большое количество отрождения гусениц второго поколения. В таком случае не только деревья будут страдать от бабочки, но и жители домов. Она перекочует в квартиры. Очаги распространения насекомого зафиксированы во всех районах и в основном именно на придомовых территориях. Россельхознадзор направил нарушителям более 70 предостережений. Гелена Овсецина, телекомпания ФКТ.